Привет-привет, мои дорогие друзья, с вами Вика, я очень рада вас приветствовать здесь у себя на канале про стильные находки с Алиэкспресс, мы сегодня вместе с вами снова распаковываем огромное количество посылок, примеряем на себя новинки, то, что предлагает нам сайт Алиэкспресс на холодный зимний сезон, все ссылки, конечно же, вы найдете в описании под этим видео, все, что я примеряла, все на мне, именно с сайта Алиэкспресс, ищите там, обязательно подписывайтесь на мой канал перед просмотром, это очень важно и для меня, и для вас тоже очень полезно, потому что мы сейчас готовимся к распродаже, она начнется совсем скоро, это самая крупная масштабная распродажа 11.11 на Алиэкспрессе, так что уже можно начинать собирать купоны, пополнять свой виш-лист и добавлять понравившиеся вещи в корзину, следите за моим телеграм-каналом Али Визрон, там вся информация о том, как сэкономить еще больше, будет появляться быстрее всего, ставьте лайк перед просмотром и давайте мы будем начинать Сегодня будет много интересных находок и много ярких вещей, с чего я начинаю, это кардиган-джакет в желтом цвете, он под бренд известный, французский, мы с вами уже много находок на моем канале посмотрели под этот бренд, мне безумно они нравятся, я довольна, что мне удалось это все найти и успеть вам показать именно до распродажи По размеру это опять МК, размер 2, здесь вшиты бирки с составом, сейчас я его найду, бирки, конечно же, не очень правильные, здесь такие ошибки допущены и состав, тоже как будто бы его нет В общем, я не нашла состав, он здесь не обозначен, бирочки не очень, если честно, и на горловине тоже не Сандро Нимаш, я не знаю, к какому бренду это относится, был жакет, безумно красивые фотографии я видела на инфлюенсерах в Пинтерест Я, конечно же, прикреплю на экране, чтобы вы вдохновились и какой-нибудь образ на себя тоже примерили с теми вещами, которые у вас уже имеются, я уверена, этот жакет, кардиган, все-таки это жакет, дополнит ваши образы и добавит вот такой вот яркости, он очень красивый и сделан он неплохо Мне понравился в целом, без нареканий, без изъянов, но цена, конечно же, на него не низкая, хотя никаких аналогов я на Алиэкспрессе в других магазинах в желтом цвете даже и не встречала, поэтому мне кажется, это классный жакет, желтый жакет, и я люблю У меня, кстати, есть один Zara-жакет, который я тоже заказывала на Алиэкспрессе, когда я еще только начинала вести свой YouTube-канал, это было пару лет назад, и я до сих пор его ношу, но, конечно же, ссылкой не поделюсь, потому что ее уже нет А такой вот новенький появился Дальше платье, тоже Sandro, в полоску, трикотажное, плотное, классный силуэт, как всегда, вот этот вот расклешенный к низу, очень женственный, очень изящный, подчеркивает и ключицу, так как здесь есть вырез, и талию, так как ткань плотная, все прекрасно собирает и бедра обтягивает В общем, платья безумно женственные, вот эти вот Sandro я их очень полюбила, я вам показывала черное с воротничком, самое популярное у этого бренда, такое более летнее, черное, без рукавов, синее, в общем, обязательно посмотрите мои видео, если вы пропустили, потому что платья шикарные Любое из них можно выбрать, то, которое нравится вам больше всего, мне нравятся все, я оставила их все себе, теперь нужно найти поводы, чтобы их выгуливать Они, конечно же, не очень теплые, несмотря на то, что это трикотаж, но он все равно не вот такой вот, не шерстяной трикотаж, это больше летняя вещь, скорее всего, ну, осенняя С сапогами они красиво смотрятся, но для зимы они слишком тонькие, то есть это не то, что будет вас согревать в мороз, это 100% И здесь надо понимать, что юбка, она ниже бедер, вот такая вот в сеточку, то есть это не плотный трикотаж, а вот такая вот перфорация на трикотаже Я вам это, конечно же, все подсниму, чтобы вы увидели, что мне нравится, то, что здесь есть буковки S на каждой пуговице Пуговица здесь золотистого цвета, это кнопки, всегда эти платья идут на кнопках, что тоже очень удобно, потому что пуговицы плохо пришивают обычно А с кнопками все прекрасно, главное, конечно, чтобы они не отваливались, но я ношу одно из этих платьев, черное, с воротничком, у меня все с ним в порядке Так, идем дальше, смотрим свитеры Это бюджетный фабричный магазин на Алиэкспрессе, здесь много разного трикотажа, трикотажных костюмов и вот такой базовый свитер в полоску Если у вас такого еще нет, хотя я уверена, что у всех наверняка найдется хотя бы один свитер в полоску, обязательно напишите мне в комментариях, есть у вас или нет 68 вискоза здесь составит, 39,2 полиамид по размеру, это М, хорошо, что выбрала М, он маломерит Хотя обычно я про этот магазин рассказываю, что здесь вещи не маломерят и подходят даже на высокий рост, потому что здесь полноценная длина брюк у трикотажных костюмов Но этот свитер мне кажется маловатым, я бы даже, может быть, и Эльку брала, потому что я люблю посвободнее Он короткий, он классно будет смотреться с брюками на высокой посадке, с джинсами на высокой посадке, с юбками, в общем, со всем, что есть у вас в вашем гардеробе на высокой посадке Он приятный, он не слишком плотный, не слишком объемный, не слишком теплый, но при этом согревать, я думаю, все-таки будет такой вот базовый, хорошего качества Свитер и полоска по швам сходятся Смотрим зимнюю обувь У меня здесь сегодня будут ботиночки Ботиночки в стиле УК Они на шнуровке, они на трендовой сейчас подошве Как вы знаете, бренд УК тоже выпустил еще пару лет назад такие ботинки, которые стали просто супер популярными И на Алиэкспрессе, в фабричном магазине, в хорошем качестве В этом году тоже появилась подобная модель на шнуровке и на платформе Сделаны круто, я довольна Это магазин Smile Circle, они присылают в воздушном пакете И вот такие вот у них есть пыльнички Кстати, в подарок еще положили мне розовые носки Прикольно Сейчас я второй ботинок раскрою Мне нравятся очень такие пыльники Точно их сохраню, может быть, даже для чего-то другого Буду их использовать, там сумку, например, хранить, у которой нет пыльника Внутри все проложено и бумагой, и картонкой Я обязательно вам напишу, как мне по размеру Я выбрала 38, это 240 Размерная сетка здесь, по-моему, была до 40 или до 41 Не очень широкая, но это действительно хороший и классный бренд И качество меня радует Главное, чтобы они по удобству Еще были хорошие Мягкие, натуральная замша Классная подошва, они не будут скользить И, в общем-то, сделаны они круто Я довольна на 100% Расцветки были, кстати, и другие представлены Дальше мы посмотрим с вами брючки В таком актуальном тоже очень сейчас цвете Это цвет Marsala Винный цвет наряду с красным один из самых актуальных трендовых сейчас И я этот цвет на самом деле очень люблю Я помню, он уже какое-то время назад был популярен И тогда была возможность летать в Европу И я помню, что в Zara, в Испании я закупилась просто по полной Вот такими бордовыми вещами Потом носила это целый год Мне так это нравилось И сейчас эта мода вернулась Так что мода циклична у нас И если у вас остались вещи в цвете бургунди С тех пор доставайте их, носите Если у них еще актуальный кровь В общем, я нашла такие классные брючки Это брючки Cargo Хоть и Cargo уже немножко выходят из моды Но, тем не менее, для многих это остается просто базовой вещью В их гардеробе Поэтому брюки Cargo, в принципе, они были актуальны всегда Просто сейчас они не такие трендовые, как были сезон назад В целом, по качеству крутые Тонкая искусственная кожа Но при этом она такая вот зернистая И на ощупь она приятная А внутри у них подкладка синтетическая Подкладка не очень приятная Но я думаю, если это носить для того, чтобы утеплиться Если носить это в холодную погоду на термобелье То никакого дискомфорта доставлять это не будет Если честно, я не очень люблю резинки вот такие у брюк Я стараюсь их всегда прятать Поэтому вариант с каким-нибудь длинным свитером сюда можно придумать Или длинный лонгслив Но можно, конечно же, резинку и показывать Если вас этот момент не смущает Здесь еще кулиска вот такая резинка Я бы ее вообще убрала Я не люблю такие вот всякие шнурки В карманах здесь тоже шнурки присутствуют И вот эти элементы я не очень люблю Ну а так, в целом, брюки классно сделаны Кстати, у них внизу тоже есть кулиски Так что можно их и заузить Сделать их не широкими такими расклешенными А зауженными брючками И по длине они нормальные, полноценные, не маломерят У нас сегодня цветная распаковка Для тех, кто не на черно-белой базовой стороне А для тех, кто любит гардероб повеселее Вот такого баклажанного цвета бомбер Конечно же, не зимняя находка Но можно сохранить и на весну себе, например Потому что эти бомберы очень популярны Они на Алиэкспрессе появились в этом сезоне Снова в какой-то момент они пропадали И вот теперь они снова есть Это бомберы со сборкой на рукавах Они вот с такой вот резиночкой Показываю вам это подробно Они с подкладкой И с небольшим наполнителем синтепон тут присутствуют То есть это не совсем летняя вещь Это все-таки осенний бомбер Который можно носить примерно, ну я не знаю До 10 градусов, предположим Я, если честно, не знаю Так как все по-разному ощущают температуру Здесь есть карманы И молния, она металлическая Расцветок много, я выбрала самый интересный Кстати, как мне кажется бордовый Вот с таким баклажаном Мог бы смотреться очень даже неплохо И даже с моим зеленым платьем Вот такой бомбер в баклажанном цвете Тоже будет смотреться круто Так что не бойтесь миксовать цвета Цвета тоже могут быть в вашем гардеробе базой Если вам нравится Не обязательно носить Все только серое, бежевое и черное Как я Я тоже иногда ношу цвет, но реже Потому что он мне просто быстрее надоедает И чаще хочется быстро одеться И поэтому выручают именно однотонные И именно какие-то спокойные расцветки Дальше мы смотрим синего цвета Свитшот с надписью Paris Он очень оверсайзовый Как вы видите, суперсвободный Я даже думала, что он будет поменьше Внутри у него ткань не очень приятная Это не начес, это какой-то Ну просто синтетика, как неопрена Кстати, смотрите тоже как цветовое сочетание Как классно смотрится синий С вот таким баклажанным Тоже получается классный цветовой акцент Вниз можно надеть и просто черные брюки Базовые, бежевые, молочные Вот такого цвета джинсы Голубые джинсы Можно и баклажанного цвета брюки надеть И тоже будет прекрасный образ С использованием цвета Дальше мы посмотрим сумку Тоже яркой расцветки Она у меня будет фиолетовым Вот такой пыльник в комплекте Не интересный абсолютно Никакого брендинга Ну на самом деле Эта сумка выглядела намного интереснее На фотографии Это бюджетный магазин Я представляла, понимала, что качество Здесь будет не очень хорошее Я в этом магазине как-то заказывала И тоже была недовольна Я не знаю, зачем я здесь заказала еще раз Если честно Но просто я люблю фабричные бренды сумок А они дорогие И, конечно же, многие меня не понимают Почему такие дорогие сумки я показываю с Алиэкспресса Так что я заказываю и какие-то более дешевые варианты Но, конечно же, в сравнении с фабричным Алиэкспрессом Эти меня не устраивают По качеству Как-то сделано все не очень хорошо Вы сами это все прекрасно видите Можете составить свое мнение И какое-то свое впечатление по поводу этой сумки Согласитесь же, что на картинке она выглядела куда презентабельнее Сейчас она просто помятая очень сильно И я не думаю, что это выправится Потому что это кожзам То есть это никак не отпарить Хотя она упакована была неплохо И воздушный пакет И большой слой внутри плотной бумаги Внутри у нее в отделении два кармана Тканевая текстильная подкладка Ничего больше нет Интересно, она застегивается, конечно же, как такой бочонок Сверху у нее застежка расположена И ремень у нее несъемный Длинный и короткий на руку По форме она прикольная Но по качеству не очень Если по цвету, то тоже вот так вот синим классно смотрится И такой более яркий фиолетовый С приглушенным баклажаном В принципе, тоже может быть Но мне не очень нравится Так как этот более чистый цвет На самом деле его хочется добавить просто как цветовой акцент В базовые, спокойные, однотонные какие-то образы Дальше мы смотрим пальто Оно у меня в размере М Это магазин Тангада Опять же, бюджетный сегмент на Алиэкспрессе В Тангаде Множество популярных позиций Обязательно переходите, посмотрите Этот магазин просто всегда участвует в акциях И я уверена, 11-11 здесь будет много всего по скидке Очень классные у них есть джемперы и водолазки Вы можете найти обзоры у меня в телеграм-канале Али Визрон Я заказывала их в начале этого сезона Ношу, все с ними прекрасно Я очень довольна Из новинок пальто Взяла посмотреть Могу сказать, что отличаются от фотографий На фотографии оно было серое По факту это же елочка, черно-белая Я надеюсь, вам видно этот принт Он немножечко рябит Возможно, даже на камере сейчас он такой частый Что по поводу качества Тонкое пальто Я не могу сказать, что совсем плохое Оно соответствует своей цене Оно, возможно, будет классно смотреться После того, как его отпарить И если его красиво застилизовать То, конечно же, оно будет выглядеть презентабельно Но я не могу сказать, что у него прекрасное качество Это пальто легкое Оно, конечно же, не зимнее Оно на начало осени Здесь нет никакого дополнительного утепления Кстати, я знаю, что некоторые люди Придумывают такие лайфхаки И вшивают подкладку, вшивают утеплитель Обыкновенные пальто из бюджетного сегмента Это может быть какой-то масс-маркет Это может быть какой-то даже секонд-хенд Если вы хотите свое любимое пальто утеплить То можно в него в отелье Вшить дополнительный подклад, синтепон Или что-то еще Иногда это даже классно выглядит Но с этим пальто так лучше не делать Это такое осеннее пальто На начало осени До, опять же, где-то 10 градусов То есть это не зимняя находка Но если вы ищете на моем канале зимние находки Я очень вам рекомендую посмотреть видео с огромной распаковкой верхней одежды Которую я записывала еще где-то месяц назад Заранее И там я показала зимний вариант И, конечно же, подпишитесь на мой канал И на колокольчик нажмите Поставьте все уведомления, чтобы вам приходили О новых выпусках на канале Потому что скоро я сниму самые теплые пуховики С Алиэкспресс Покажу вам их сейчас вот как раз в процессе съемок На 11.11 можно будет круто сэкономить Но мы сейчас посмотрим зимнюю обувь Хорошую, фабричную Это Beauty Today Опять же, ботинки в стиле УК Здесь уже вариант на липучках Они на шнурках И без платформы Для тех, кому платформа не нравится По упаковке, как всегда, коробка Вы видели флисовые пыльники Хорошие, фирменные присутствуют И вот такие качественные с овчиной ботинки На липучках, как я уже сказала Расцветки были разные Были черные, там какие-то серенькие еще были представлены Я, как всегда, беру базовые коричневые, которые классно со всем сочетаются И очень уютно смотрятся в образах Это уже классика, которая не выходит из моды Мне нравится, как они сделаны На мой взгляд, очень круто Явно будут моими фаворитами Мне очень нравится подошва То, что она пористая То, что она резиновая Она гнется И я надеюсь, что скользить она не будет Здесь хороший рисунок протектора По качеству супер Размер 240-38 Обязательно напишу на экране Подошли они мне по размеру или нет Вы можете также в телеграм-канале Али Безрон посмотреть более подробные обзоры И, например, изучить детальные фотографии Хотя я на YouTube и так подробненько все снимаю Все качество, каждый шовчик вам демонстрирую Обязательно ставьте лайк Мне будет приятно Дальше я распаковала куртку Это куртка удлиненная Куртка-парка Zara Здесь S-ка размер Бирочка магазина стоит Бирки Zara здесь нет Их отрезают Здесь стоит, правда, внутри инди-текста Какая-то каратусечка 100% полиэстер Бирку Zara здесь срезали Парка с капюшоном Она, опять же, легкая для тех, кто на юге живет Но я люблю такие вещи Потому что их очень просто стилизовать Они легкие У меня несколько таких парок Zara была еще из прошлых сезонов И у меня, кстати, и мама такие носит И бабушка такие носит подобные И вот новинка в этом сезоне Вот такая в черном цвете Здесь единственная только расцветка У нее, кстати, неоднородный черный цвет Она как будто бы в клеточку внутри Такая переливающаяся Подсниму вам это, покажу И накладные карманы По качеству очень неплохо Аккуратно все сделано Дальше я заказала несколько брюк Все они из одного магазина И этот магазин я очень люблю Именно за костюмы У меня несколько жакетов Несколько брюк Которые в моих фаворитах С года в год Я их не устаю носить И носятся они отлично И так как в этом магазине Достаточно высокие цены Конечно же, нужно заказывать Смотреть, потому что не все вещи То есть вслепую брать нельзя Так же, как и везде В других магазинах Так же и в масс-маркете Такое бывает Не обязательно, если какая-то Одна вещь была в хорошем качестве Это не показатель того Что все вещи будут В таком хорошем качестве Иногда здесь тоже я ошибаюсь И вам честно про это рассказываю Смотрим на черные брюки Которые были представлены Еще в коричневом Очень красивом цвете По составу 76 полиэстер, 20 вискоза, 4 спандекс По размеру я выбрала М Эти брюки свободные Расклешенные от талии Они на высокой посадке И с накладными карманами То есть это брюки карга Но при этом у них создается посадка Более деловая, более элегантная Я бы их стилизовала Именно так, как показано На фотографиях у этого продавца Там такая сумка в стиле баленсиаки Там такие остроносые С длинным мысом Батильоны на каблуке Вот именно так я бы это и носила Мне кажется, будет очень круто смотреться Что-то облегающее сверху Какую-то укороченную куртку Дубленку или пуховик объемный И вот такой вот актуальный трендовый образ По качеству брюки супер Мне они нравятся Они плотные, но не зимние Из этого магазина Вы можете самостоятельно перейти И посмотреть просто в ассортименте Если вы продвинутый пользователь Алиэкспресс И знаете, как смотреть ассортимент магазина Есть шерстяные брюки И шерстяная юбка Которые в моих фаворитах уже очень давно Я их ношу каждую зиму И очень их люблю Вот они плотные, зимние на самом деле Эти тоже подойдут для демисезона Но зимой придется что-то под низ надевать Следующая вещь Очень актуальная из этого магазина Тоже брюки из искусственной кожи К ним в комплект шла рубашка из искусственной кожи И это все вместе смотрелось просто восхитительно Как какая-то дизайнерская крутая вещь Именно за это я люблю пошив этой фабрики 100% полиэстер, естественно Но внутри в подкладке, видимо, у карманов Это 100% вискоза По размеру это М-ка И по качеству это круто Действительно, очень аккуратно сделано Что меня радует, что нет запаха искусственной кожи Тоже стайлинг, который был представлен на фотографиях у продавца Меня безумно вдохновило Я так это и буду носить Правда, рубашку я почему-то не заказала Я хотела заказать это комплектом Но забыла, видимо, про рубашку И взяла только брюки Они были представлены только в черном цвете Они, конечно же, необычные посадки Супер свободные от талии Не всем это понравится Поэтому смотрите примерку И представляйте, как это будет смотреться на вас Потому что отзывов, по-моему, не было В этих вещах Так как это достаточно высокий ценовой сегмент На них всегда не так уж много заказов И не так уж и много отзывов Еще одни брюки Тоже из этого магазина Вот это как раз то, что подойдет на зиму Для тех, у кого офисный гардероб Для тех, кто работает Это классный вариант на холодный сезон По размеру у меня тоже М 75 полиэстер, 23 вискоза, 2 спандек в составе Полосочка Такая вот она еще не прямая А в елочку Здесь очень красиво, конечно же, это смотрится И сделано шикарно Единственный момент Здесь накладные карманы Эта фабрика очень любит вот такие силуэты Супер свободные, расклешенные именно от талии И накладные карманы Они тоже любят крепить ко всем своим изделиям Я, если честно, не очень люблю Потому что это может расширять визуально Делать больше зону бедер Такой визуальный прием может быть Может присутствовать Я ничего против него не имею Но мне не всегда хочется свои бедра визуально Еще больше увеличивать Но так в целом по качеству Шикарные брюки Ничего плохого про них сказать не могу Эти мне понравились больше всего среди вот этих вот трех Еще у меня есть джемперы Давайте на них взглянем Тоже в ярком цвете Здесь такой sky blue Очень приятный Лазурный Или небесно-голубой Как вам больше нравится По составу 30 махер, 40 шерсть 30 нейлон Будет греть Он такой волосатый Как вы видите Этот ворс, конечно же, будет отваливаться И прилипать к одежде К черной Кстати, вот я бы с брючками из-за кокожи это носила Мне кажется По сочетанию фактуры Это будет очень круто смотреться Он связан крючком И, конечно же, наверное, не очень теплый То есть будет продувать Я бы какую-нибудь маечку, наверное, вниз надевала Если уже сильно холодно И смотря на то, что шерсть в составе И слегка колючий все-таки Да, это есть Но это шерсть Очень тяжело на Алиэкспрессе находить вещи из шерсти Из махера, кашмира Поэтому я всегда рада, когда я их нахожу И, конечно же, с удовольствием с вами делюсь В этом магазине они представлены Они бывают Хорошие составы Обычно здесь Еще один джемпер Тоже в ярком цвете Он с V-образным вырезом Здесь уже более плотная пряжа Он был доступен еще в одной расцветке Кстати, тот голубенький тоже был в белом еще А этот был доступен, по-моему, в сером Или в черном 60 хлопок 40 акрил в составе Очень плотная пряжа Приятная, тяжелая И сделан он отлично V-образный вырез, как я уже сказала, подчеркнет вашу ключицу Сюда можно добавить, например, рубашку белую Надеть это в офис с брюками И такой вот интересный цветовой акцент у вас будет Можно и на голое тело И тоже это очень красиво Какой-нибудь сюда чокер С цветком Или с жемчужной И тоже будет классный, актуальный образ Последний джемпер на сегодня И это тоже фабричный магазин на Алиэкспрессе В котором можно найти шерстяные свитеры У меня множество свитеров из этого магазина Много трикотажа И я всегда довольна их качеством Здесь я отыскала два джемпера Один я уже успела показать у себя в телеграм-канале Обязательно посмотрите Я его называю не джемпер, а лонгслив Он с таким фигурным вырезом квадратным Очень соблазнительным И с вырезом еще асимметричным по нижнему краю Это тоже интересно Мне кажется, кстати, они не по одной ссылке были Но они показываются, когда ты смотришь на один Показывается второй в предложенных Это, кстати, мой лайфхак Как я нахожу классные вещи на Алиэкспрессе Я просто до бесконечности мотаю Смотрю, захожу в предложенные И все это изучаю, сохраняю Потом заказываю Я провожу просто, не знаю, уйму времени На Алиэкспрессе в поисках классных вещей Этот мне понравился тем, что здесь как бы имитация лифа Это, опять же, тренд этого сезона И еще и в прошлом сезоне это было актуально Демонстрировать разное свое нижнее белье Но это достаточно прилично выглядит при этом Потому что это просто небольшие такие треугольнички Не слишком здесь оголенное тело будет И это очень хорошее качество Были разные расцветки Бежевый, белый Я выбрала черную Прекрасный джемпер Который я смогу носить со своими базовыми образами Смогу даже это надеть вот так вот С черными брюками из искусственной кожи С ботильонами, носками на каблуке И отправиться куда-нибудь вот в таком вот элегантном Уже более собранном виде Можно это носить и с базовыми образами С джинсами или с какой-нибудь юбкой И, например, шерстяным пальто Что еще у меня сегодня есть интересного? У меня есть еще обувь от фабричного бренда Это Челси Они у меня в белом цвете Но они были представлены еще в черном Магазин Фидонос Слышали, как они только что бренчали? Фидонос всегда в подарок кладут вот такую сумку в комплект И отправляют в воздушном пакете У них тяжелая подошва И она жесткая Это момент, который меня немного смутил Но, по-моему, это новая коллекция Зары Фидонос часто у Зара ворует дизайн Ну, не ворует, неправильно так сказать Повторяет дизайн этого бренда Здесь внутри утепления у меня есть Это просто небольшой начес Это не то, что можно будет носить зимой Плюс я думаю, что на морозах Эта подошва будет застывать И она недостаточно высокая Я обычно в морозы такую обувь не ношу Но для демисезона, если у вас еще осень И если у вас осень всегда У вас практически не бывает зимы То это хорошая пара обуви Потому что она очень аккуратная Элегантная и лаконичная Как вы видите, они не массивные Здесь нет выступающей грубой подошвы Здесь нет вот этого тракторного протектора И сами по себе вот эти ботинки Они даже напоминают какие-то лыжные Они очень аккуратненькие И что мне нравится, то что они высокие Единственное, что меня смущает в Челси И это момент, почему я Челси не очень люблю Они не очень плотно мне по щиколотке Всегда садятся, не облегают И я в них чувствую себя как в калошах Поэтому Челси в моем гардеробе не всегда приживаются Не все, по крайней мере Но эти мне нравятся именно по дизайну Но здесь я думаю, что они будут широки Именно по обхвату в голенище По размеру 240-38, натуральная кожа И новый дизайн Зара Из минусов они помялись Так что упакованы были не очень хорошо Дальше мы переходим Еще посмотрим Уги Будем называть вещи своими именами Они у меня пришли в картонные, красивые Хорошие фирменные коробки И они в необычном вот таком вот темно-шоколадном цвете Опять же, вариант без платформы Так как Уги на платформе мне уже поднадоели Они мне неудобные Наконец-то мне прошли Уги без платформы Делюсь с вами с удовольствием этой ссылкой Она будет скрытая, так что не пугайтесь Продавцы так прячут эти товары Нашивки здесь есть сзади Пришиты они ровненько, аккуратненько И сами Уги тоже сделаны вполне себе неплохо В некоторых моментах здесь помялся материал Он такой, как бы, пожамканный уже временем Не знаю, почему так получилось Но я не думаю, что это какая-то большая проблема На их функционал это точно влиять не будет Они теплые, внутри у них овечья шерсть И все сделано вполне себе аккуратно Есть вот такие вот наклейки Внутри есть бирки Мне кажется, неплохо Вполне себе хорошее качество И комплект тоже хороший Подробный пост я опубликую в Телеграм-канале Оливизрон Смотрите, там больше расцветок И других вариантов вы найдете Именно в Телеграм-канале Дальше распаковываю шарф Здесь комплект-пакет Есть коробка, красивая, оранжевая Сам шарф у меня в черном цвете Он здесь лежит отдельно в зип-пакете Там есть еще какие-то бумажки, документы И вот таким вот образом он выглядит Одна сторона серая, другая сторона черная Бирочки здесь имеются Бахрома по нижнему краю И состав 100% указан Он именно на китайском языке Я не переведу сейчас Посмотрю, я думаю, что это шерсть Надеюсь, что это шерсть По качеству хорошо Расцветок много Расцветки все в Телеграм-канале Я закреплю Вы можете либо самостоятельно перейти Из описания на сайт продавца И там посмотреть, изучить все подробно Либо у меня в Телеграм-канале Или посмотреть расцветки Следующий пакет Это тоже шарф Здесь тоже есть пакет фирменный Здесь есть тоже коробка Все упало Внутри также присутствуют документы И этот шарф С таким крупным логотипом Вот так вот он выглядит Надпись здесь по всей поверхности шарфика Хорошие бирки пришиты Размер 220 на 70 В составе здесь 30% шелк 30% шерсть 31% вискоза 9% металлизированный полиэстер Вот такой вот интересный здесь состав Шарфик вам демонстрирую Он тоже как бы двусторонний С одной стороны бежевый С другой стороны черный И логотипчик здесь тоже присутствует Подсниму вам подробно По качеству неплохо Правда электризуется сейчас с моим платьем Ну такое может быть Еще у меня есть тапочки Эти тапочки мне пришли без коробки Без каких-либо красивых Непрезентабельных элементов Но сами по себе тапки прикольные Они у меня в таком бежевом цвете Здесь правда логотип на пятке Какой-то сморщенный весь Как будто бы он подсдулся Не знаю, мне кажется Так не должно быть По размеру это 39 Кстати у меня обычный 38 Здесь я взяла 39 Обязательно вам отпишу В комплекте здесь есть только карточка И пыльник для одного тапочка Второй туда наверное даже не поместится Кстати здесь на основании Сбоку тапочкой Присутствует гравировка бренда А застегиваются они на липучку Вот таким вот образом Тоже корявенькая немножечко На пятке здесь нашивка И она не надутая, не мягкая А как будто бы уже просела внутрь В момент меня немножечко смущает Вообще на самом деле тапки жесткие То есть у них такая подошва резиновая Плотная И несмотря на то, что мех вроде бы густой Он приятный на ощупь Это овчина Но при этом подошва ощущается жесткой В общем надо будет обязательно примерить Я вам по своим ощущениям отпишусь Все вам честно рассказала-показала Надеюсь вам понравились сегодняшние находки Обязательно сохраняйте то, что понравилось вам больше всего Вишли для того, чтобы не потерять Наполняйте корзину к 11.11 И обязательно подписывайтесь на мой канал Потому что скоро начнется главная распродажа года 11.11 И я выложу еще больше полезных обзоров Так что оставайтесь со мной рядышком Ставьте уведомления Нажимайте на колокольчик Чтобы вам приходили уведомления О моих новых выпусках И конечно же поставьте лайк Мне будет очень приятно Все ссылочки оставила в описании под видео Проверяйте их там Мы с вами скоро еще увидимся Пока Продолжение следует...